все делалось в спешке и в конечном итоге мы получили результат который по сегодняшний день чувствую что вывезли золото партии нет не верю советские все сбережения они обесценились в тысячу раз примерно есть люди которые стремятся разбогатеть 10 сейчас на самом деле рыночной экономики в 90-е в россии не было шоковая терапия на мой взгляд не была необходима ни в коем случае она была не оправдана она была преждевременно 22 января 1991 года в вечернем выпуске новостной программы время на центральном телевидении ведущая анна шатилова зачитывала очередной указ президента ссср михаила горбачева то что от этого указа ничего хорошего лучше не ждать стало ясно уже во время прямого эфира не работает микрофон не включается не горят не горят сигнальные лампы попрошу отрегулировать президент ссср михаил сергеевич горбачев издал указ о прекращении приема к платежу денежных знаков госбанка ссср достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничений выдачи наличных денег со вкладов граждан так началась последняя советская денежная реформа павловская как прозвали ее в народе в честь ее инициатора премьер-министра ссср валентина павлова обменять 50 и 100 рублевой купюры на более мелкие банкноты нового образца можно было только в течение трех дней с 23 по 25 января одному совершеннолетнему советскому гражданину разрешался обмен не более тысячи рублей на следующее утро народ шел не к заводским проходным а занимал очередь в сберкассы мы простояли здесь с утра до пол первого и нам сказали что уходите никаких распоряжений не было дело в том чтобы или продлили срок или как так что трехдневный срок конечно когда здесь 3000 человек стоят на учете эта акция не направлена на то чтобы ущемить трудящихся то есть тех кто работает и живет как мы говорим от получки до получки ограничение установили не только на обмен наличных по сути были заморожены и вклады один человек мог снять со своего счета не более 500 рублей фраза из комедии иван васильевич меняет профессию все что нажито непосильным трудом приобрела другой смысл всем стало не до смеха 10 тысяч рублей примеру до книжки лежала копил ты там на что-то на квартиру там на машину и в один момент эти деньги превратились в 10 рублей заморозка этих денег преследовала цель сокращения того же самого теневого оборота то есть целью всего этого был контроль над денежной массой контроля на тот момент не было вообще проконтролировать удалось то что у людей под матрасами лежал уничтожить фактически накопление людей честными они были или нечестными но это была капля в море причиной павловской реформы был дисбаланс экономики государство искусственно сдерживала цены на низком уровне а товаров не хватало полки магазинов пустовали ввели талонную систему талоны были практически на все от круп сахара и мясо до спичек и стирального порошка нарастал кризис бюджета расходы государства превышали доходы впервые со времен великой отечественной войны все шло не по плану вот не скрою о том что будет павловская реформа мои родители узнали несколько раньше потому что среди сотрудников тогда был сберегательный банк советского союза об этом ходили разговоры купили все что только могли запасы чего угодно многое из этого было выброшено в итоге потому что испортилось приобретались товары непонятного качества стояли в мешках в тюках все это обрастало пылью нарастала и недовольство действиями властей валентина павлова отправят в отставку после путча 19 августа 1991 года а президент россии борис ельцин решится на новые совсем уж радикальные экономические реформы ставку он сделал на так называемых млада реформаторов они в основном были все таки якобы экономисты во всяком случае они себя так в основном позиционировали это и шохин и гайдар и не нужно забывать про чубайса и явлинского и многих других чей фамилии собственно говоря звучали все девяностые и вошли скажем так в историю девяностых ну с не самой лучшей стороны потому что те реформы которые были анонсированы в молодой россии те реформы которые проводились они принесли абсолютно противоположный результат тому который собственно говоря изначально заявлялся фактическое руководство правительством пусть и без официального назначения на должность премьер-министра было доверено егору гайдару с ноября 1990 года директору института экономической политики академии народного хозяйства и академии наук ссср в 1993 он баллотировался в государственную думу федерального собрания российской федерации первого созыва в своем предвыборном ролике провал денежной реформы своего предшественника он объяснял так 85 году вклады сбербанки были обеспечены 15 миллиардами долларов валютных резервов страны золотым запасом 1300 тонн золота когда пришел работать правительство получил несколько первых документов процитирую один из них записка внешне экономбанка концу октября 91 года ликвидные валютные ресурсы были полностью исчерпаны в связи с чем внешне экономбанк ссср был вынужден приостановить все платежи за границу в принципе золото партии ничего не решала и не меняла в то время что вывезли золото партии нет не верю деньги были инвестированы теми кто в итоге пришел к власти а если даже вспомнить те цифры которые начал печатать центробанк о состоянии золотовалютных резервов уже в эпоху управления владимир владимирович то там то цифры не с нулевых цифр далеко начинаются и растут они примерно как бы сообразным возможностям государства реформы для быстрого выхода страны из экономического кризиса носят название шоковой терапии главный идеолог теории шоковой терапии американский экономист джеффри сакс его вдохновил опыт послевоенной западной германии в сжатые сроки там упразднили ценовой контроль и господдержку предприятий случилось немецкое экономическое чудо шоковая терапия на мой взгляд не была необходима ни в коем случае она была не оправдана она была преждевременно никакого реального основания у такого скорого проведения реформ не было и быть не может ельцин и его сторонники демократы боялись так называемого коммунистического реванша что скоро будут выборы парламентские президентские и что коммунисты их снова выиграют и тогда все реформы все преобразования которые уже начались будут свернуты поэтому они торопились переходить от плановой крыночной экономики пришоковой терапии не обязательно егор гайдар с коллегами из ельцинского правительства александром шохиным и анатолием чубайсом решили шок это по нашему образцом послужили страны бывшего социалистического лагеря польша венгрия и чехословакия рыночные реформы они были нужны я не говорю что они не были нужны но в таком ускоренном темпе и все сразу конечно производить проводить было категорически нельзя первый этап это всегда формирование базы это изменение законодательства это продуманность рыночного механизма это в частности образование что касается успешности проектов шоковой терапии в польши всех словаки последовательность там была другой все-таки начали с институтов хоть эти молодые экономисты реформаторы и заявляли что они ведут экономику от плановой крыночной но на самом деле рыночной экономики в 90-е в россии не было 2 января 1992 года вступил в действие указ за подписью президента бориса ельцина который освобождал от государственного регулирования 90 процентов розничных и 80 процентов оптовых цен уход от государственного заказа тоже стал составляющей гайдаровских реформ уход от госзаказа был во многом популистка мерой потому что государственное регулирование отказ от субсидирования это тоже требование мвф странам которые хотят получать помощь от мвф вроде мера необходимая и объяснимы кредиты международного валютного фонда стране на период перехода к рынку нужны как воздух но у мвф есть система вашингтонского консенсуса они настраивают страны которые хотят получить помощь от мвф на проведение рыночных реформ на отказ от государственного регулирования на отказ от протекционистских мер а по большому счету понятно что за мвф стоит капитал американский по большому счету это обычный отказ от помощи своей экономики очень такой пример знаковый в сша начали развивать свою металлургию потому что возникли определенные проблемы с этой отраслью и быстренько ввели протекционистские режимы по отношению к китайскому и российскому металлу они говорят что если мы пустим на свои рынки дешевый металл из китая и из россии вообще с постсоветского пространства значит мы свою металлургическую промышленность развивать не сможем в рамках шоковой терапии команда гайдара провела и налоговую реформу ради пополнения государственного бюджета был введен налог на добавленную стоимость коротко ндс так называемый косвенный налог налог на потребление который платит покупатель а продавец перечисляет федеральный бюджет без но и тут не обошлось была инспекция были корала неугодных корала тех кто пытался каким-то образом выставать пору против системы вменяла огромные нежизнеспособные штрафы предприятиям неугодным но с экономическим расчетом из реальной экономической ситуации то налоговая система которая была она не имела никакой связи то есть чем успешнее было предприятие тем успешнее она скрывалась от налогов за государственную собственность которая была передана в руки определенным лицам все равно нужно было как-то платить и для создания видимости сбора налогов конечно какие-то минимальные суммы поступали но системы действительного финансового контроля не существовало потому что нельзя было измерить налогооблагаемую базу как таковую введение конвертируемой валюты в рамках шоковой терапии привела к тому что расчеты в россии стали вестись по преимуществу в долларах что ослабляла рубль если вообще велись кризис неплатежей практически полностью парализовал экономику зарплату где было можно выдавали готовой продукции партерные схемы когда зарплата выдавалась там ну чем угодно если берем мелкие города востоку от волги в основном это предприятие градообразующей то есть там задержка предприятия но останавливал практически весь город начинались достаточно серьезные волнения самое главное что было по итогам сделано все сбережения населения буквально за год ну максимум за два обесценились люди оказались без денег это первое второе страна получила галлопирующую инфляцию измеряющуюся тысячами процентов это привело к тому что огромное количество предприятий вся промышленность по сути оказалась ненужной население теряет работу потому что предприятия на которых люди работают прекращают свою деятельность по причине банкротства параллельно в стране проходил процесс приватизации в июле 91 и ссср и рсфср с разницей в три дня были приняты законы о переходе государственного имущества в собственность граждан общественная дискуссия давление различных групп интересантов на правительство привели к компромиссного варианту имущество госкомпании передавалось жителям россии на безвозмездной основе гражданам должны были открыть именные счета в сберегательном банке для поступления выручки от продажи акции приватизированных компаний причем продать счета или свободно забрать деньги из банка было нельзя но их разрешалось направлять на приобретение квартир автомобилей и других товаров длительного пользования однако 3 июля 92 года вышло постановление за подписью президента бориса ельцина в котором было указано всем раздадут ваучеры но именными они не будут новые правила приватизации были во многом компромиссом между различными политическими силами группами которые лоббировали идеи красными директорами и другими скажем так интересанты причем эта история должна была стать именной то есть на каждого гражданина россии открывался его персональный иной счет в сбербанке на этот счет должны были поступить определенные средства из этих средств граждане на свое усмотрение уже приобретали акции то есть какую-то долю компаний и промышленных предприятий красными директорами в российской экономике называют выходцев из советской управленческой элиты которые в девяностые эпоху установления рынка сохранили руководящие позиции и не просто сохранили в результате приватизации стали владельцами предприятий которыми руководили именной ваучер это ценная бумага ваучер на предъявителя это фактически квази деньги суррогат денег то есть это то чем можно было рассчитаться за валку колбасы и когда произошла эта подмена сам принцип ваучерной реформы он был подорван от инструментов которые можно было легко отследить от инструментов которые действительно давали какое-то именное право собственности они стали людям заменять деньги и в отсутствие других денег они пошли в ход на на удовлетворение каких небольших но потребительских нужд а что сделали красные директора выкупили акции за смешные суммы у своих работников и стали единоличными собственниками предприятий и организации которыми руководили хозяевами на ваучер номиналом в 10 тысяч рублей можно было купить акции предприятий но чтобы выкупить все предприятие ваучеров в одних руках должно быть больше в разы к концу 1992 года в частные руки отошли почти 47 тысяч советских предприятий в девяносто третьем году это число выросло под 90 тысяч в девяносто четвертом более чем до ста двенадцати тысяч если мы будем очень хорошо и очень успешно работать если мы действительно сумеем всерьез сформировать многосекторную экономику приватизировать хотя бы 50 процентов отечественной экономики покончить всевластием чиновничества всерьез открыть широкую дорогу предпринимательству открыть дорогу интеграции нашей страны в мировой рынок дальше может через 35 лет может быть нам действительно придется всерьез обсуждать какое же мы хотим иметь общество американское или скандинавское выгодно распорядиться ваучерами то есть частью национального достояния россии поровну распределенного между всеми ее жителями включая детей смогли немногие кому-то не хватило финансовой грамотности особенности главная ценность ваучера заключалась в том что его в принципе можно было на что-то обменять а дальше уже на что на какие акции какой компании сколько тут все зависело от скажем так прозорливости хитрости и дальновидности владельца ваучер скажем в нижегородской области за один ваучер во время приватизации давали 6000 акций газпрома большое число в московской области за тот же ваучер всего 700 акций газпрома а в москве всего 50 то есть разница колоссальная и на порядке узкому кругу лиц избранным был доступен денежный этап приватизации они скупали не только акции целые промышленные гиганты приватизация по чубайсу не только не добавляет нам товара не только не добавляет нам собственности и богатство в стране а отчаянным образом разоряет государства идею ваучеров на предъявителя в правительстве бориса ельцина активно продвигал анатолий чубайс с 91 по 94 год председатель государственного комитета россии по управлению государственным имуществом идея чубайса заключалась в том что с помощью ваучеров население сможет стать собственником тех предприятий на которых трудятся но к тому моменту когда была запущена ваучерная приватизация у населения уже не было сбережений за счет которых они бы могли стать собственниками этих предприятий они было почему потому что в начале 92 года запустили либерализацию цен и инфляция просто-напросто все сбережения поглотила но приватизацию запускают как механизм самый значительный этап приватизации был запущен в девяносто пятом году предприятия передавались в собственность по схеме залоговых аукционов по сути их выкупали у государства за его же деньги и при этом по значительно заниженной цене частные владельцы тогда получили всего 12 предприятий но это были гиганты советской индустрии в области энергетики и тяжелой промышленности основа бывшей советской экономики для сравнения чехия которая в этот момент где тоже проходила приватизация который не сравнить несравненно меньше россии и по территории по количеству производства чешское правительство на своей приватизации заработала 1 и 2 миллиарда россия всего чуть больше 800 миллионов достаточно сказать что миллиардеры российские две трети их тех кто вошли вскоре в список форбс они сколотили свои состояния именно на ваучерной приватизации так в россии появился класс олигархов и наступила семибанкирщина время когда фактическую власть в стране удерживали олигархи желание если не приумножить хотя бы сберечь тающие деньги вынуждал россиян искать альтернативные источники дохода в идеале легкие и быстрые золотое время для финансовых пирамид в любом обществе есть люди которые стремятся разбогатеть здесь и сейчас и верят что им сейчас вот обломится миллион два три и все будет хорошо наше население оказалось не готово к рыночным отношениям наше население не понимала что это такое людей можно было бы обмануть очень быстро кроме этого учитывая что люди потеряли свои сбережения за короткий промежуток времени они потеряли веру в государство соответственно им было проще верить каким-то обманщикам поэтому любые предостережения что это финансовая пирамида что вас обманут здесь не работали потому что был сразу же аргумент что так как нас обманула государство уже нас никто не обман в 90-е в россии было создано порядка 1500 финансовых пирамид от которых понесли убытки 20 миллионов россиян из них не каждый надеялся только на чудо даже те кто экономическим образованием не владел где-то его подспудно понимал потому что принцип в том что в условиях высокой инфляции в условиях дефицита в любой операции с деньгами может выиграть тот кто был первым если вы приходите в эту историю вторым третьим пятым то вы просто просто отдадите деньги которых в общем то и так нет просто не каждому посчастливилось стать первым в итоге наспех проведенных не до конца продуманных экономических реформ начала и середины 90-х подавляющее большинство граждан россии едва сводила концы с концами небольшая группа приобрела капитал а государство подошло к дефолту 17 августа 1998 года российская экономика пережила одно из самых страшных потрясений в истории страна объявила технический дефолт дефолт это банкротство государства неспособность отвечать по принятым обязательствам кроме объективных причин падения мировых цен на нефть были причины внутренние и главные чтобы залатать дыры в бюджете с 93 года министерство финансов россии выпускала государственные краткосрочные облигации ГКО все старые займы обслуживались за счет выпуска новых государство вышло на финансовый рынок занимать деньги это действительно признак здоровой государственных финансов что государство может у своего населения у своего бизнеса у своих банков занимать на осуществление своей деятельности но должен быть источник для того чтобы возвращать в идеале при помощи облигаций государство должно было пополнять бюджет а кредиторы быстро а главное надежно получать прибыль это те самые внутренние заимствования которые позволяли бюджету функционировать пока бюджет не дожидался прихода внешней помощи внешних займов банки финансировали государственный долг оставались совершенно неликвидными активами на балансе естественно когда система рухнула банки тоже многие банки обанкротились процентная ставка по государственным краткосрочным облигациям с 93 года по 98 год колебалась в среднем от 20 до 150 процентов в отдельные периоды до 250 прибыль шла за счет дисконта то есть разница в цене облигация продавалась с хорошей скидкой а выкупалась по номиналу любого кто играл в ГКО было понятно что рано или поздно эта пирамида схлопнется вы знаете как тут в анекдоте вы драку заказывали нет уплощена так и здесь вам нужны облигации нет все равно покупайте ну не было пути тогда сохранить государство но наверху все прекрасно понимали что это рано или поздно схлопнется не было денег если ничего не делалось для того чтобы действительно развивать предпринимательство и увеличивать налогооблагаемую базу можно сколько угодно выжимать остатки из предприятий которые не угодны закрывать их да и конфисковывать их имущество но от этого источник долгосрочного роста не появится в перспективе дефолт сыграл государству на руку было сформировано новое правительство которое взяло курс на возрождение экономики россии вхождение в рынок далось нашей стране тяжело но было сделано главное решена проблема товарного дефицита сформирован фондовый рынок открылись частные банки появился класс предпринимателей основы современной российской экономики были заложены именно в девяностые